Школа коллекционирования Олега Боровко, друзья, всем привет! У меня сегодня нумизматические новости. В Литве в праздник вышла монета в никеле и в серебре, посвященная Зайцу. Я сейчас поменяю камеру и покажу вам вблизи, как это выглядит, расскажу больше деталей. А перед тем, как поменяю камеру, хочу обратить ваше внимание, что вот в шкафу с серебряными монетами у нас закончились все литовские монеты. И латвийские тоже заканчиваются. Они потихонечку, но медленно, но уверенно они заканчиваются, реально. И вот эта литовская монета, она 11-я. Вот у нас здесь есть то 10, то 11 литовских монет в никеле. То есть если вы еще до сих пор не собрали эту коллекцию, и вот она вам понравится, вдруг эта монета, другие монеты. Да, сейчас уже вышло 11 монет, они обычно у нас здесь все представлены. Мы тоже можем помочь и с первыми выпусками этих монет. Хорошо, меняем камеру, поехали! Ну вот, друзья, представлена монета в никеле и в серебре. Что касается никеля, она выходит по 5 штук в таком пакетике. Так легче. И в одни руки дают только 5 штук. То есть вот, или вы можете в интернете купить по 5 штук. Одна покупка, поэтому так и запечатано. Вот здесь все данные литовского банка. Как бы стартовый пакет такой. Кто-то собирает в таких пакетах, кто-то собирает только по одной монетке. Разные. Вот так вот монеты выглядят. Вот так монеты выглядят вблизи. Одна сторона. Вторая сторона. Вторая сторона очень интересная. Там типа голограммы такой, знаете, там и заяц. И символы разные. Сказка, если коротко, заяц идет в школу, через лес, встречается со своими друзьями. И это очень интересно, поучительно. Вот его друзья, его собеседники тоже изображены на монете. И вот там такой вот калашик на монете из участников этой сказки. Хорошо, никелевая монета. Вот так выглядит серебряная монета. Конечно, это банковская упаковка. Она всегда очень красивая, стильная, крепкая. Картон крепкий. С логотипом банка. И вот сама монета. Она в коробке выходит. Всегда прилагается сертификат. И сама монета. Давайте я вам покажу. Вот одна сторона цветная. Симпатичная. Вот другая сторона. По теме все то же самое, но это пруф сохран. То есть здесь есть полировка. Она очень интересная и красивая. Еще и в цвете. Пруф в цвете. Есть люди, кто собирает только такую тему. Есть, кто собирает литовцев. Есть, кто собирает с животными. Есть, кто собирает сказки. То есть на монете разные темы. Видите, да? Тираж этой серебряной монеты. 2750 штук. 925 проба серебра. Диаметр монеты 28,7 мм. Вес 12,44 грамма. И это одна из уже нескольких монет, которые вышли в серии под названием «Мои сказки». Среди коллекционеров у нас просто для сокращения мы называем эту монету монета с зайцем или заяц. Совсем коротко. На самом деле в литовском языке, я не знаю, как правильно читать, но читается как, ну извините меня литовцы за неправильное мое произношение, зуйкис, пуикис. Если перевести оба слова вместе на русский язык, получается кролик. Но если вы почитаете какие-то аннотации о монете, вы там увидите, что просто ее называют заяц, пуикис. Ну это уже как бы к лингвистам, к переводчикам. Как бы там ни было, действительно у нас нумизматический праздник, новая монета. Люди приходят в магазин, спрашивают. Никелевая стоит сейчас на момент записи видео 3,80 евро. Серебряная стоит на момент записи 79 евро. Что будет через неделю, вторую, третью, не знаю. Да, поэтому сейчас вот 18 августа года 2022. И вот такие цены. Если вы завтра-послезавтра закажете, то у вас такая монета будет. Наверное по этой цене. Но никеля у нас большое количество монет, запас есть. На 2-3 недели точно хватит. А вот насчет серебра поживем, увидим. Друзья, вот такая новость, такая радость у нас в Литве. У наших соседей, конечно, в Латвии есть люди, кто собирает не только Латвию, но и Латвию, Литву и Эстонию. И им это тоже монета интересна. Тем более вот никелевый вариант, он недорогой. Выходит всего 2 монеты в год. То есть многие себе могут позволить эту коллекцию. И так как всего это 11 монета, еще многие могут сейчас принять решение и начать собирать эту коллекцию, пока еще доступны монеты. Вот такое видео, друзья. Что вы об этом думаете? Пишите свои комментарии. С удовольствием почитаю. Ставьте лайки. Они нужны мне, нужны каналу. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новости. Советы, рекомендации. Скоро осень, будет больше информации о коллекционном материале. В августе очень много интересных все равно видео. Больше таких рекомендательных советов. А на этом, друзья, все. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok